Я все-таки хочу в который раз повторить комментарии к статье Сергея Петровича Капицу о 10 миллиардах населения планеты. Хочу еще раз сказать, закончить финально нашу встречу серьезными вещами, с научной точки зрения, очень близко и тесно, совместимой с нашей, может сказать, теорией, что ли, духовной эволюции. Вот Сергей Петрович Капицу – это человек, которому вообще надо поставить памятник, поставить памятник, и Нобелевскую премию я бы ему дал, если бы я был в этом комитете, я бы продавил это. Но меня туда никто не пошлет, меня посылают по другим, другими вопросами заниматься. Вот, понимаете, человек, который объяснил течение истории, вот на резке исторических передов, настолько внятно и настолько тесно это переплетается с нашим пониманием духовной эволюции, в конечном счете, так сказать, то, что происходит на Земле, ну, это величайшее открытие. Вы даже не понимаете, я понимаю, что вы даже не понимаете, а чтобы кто-то из мира науки это понимал, так это вообще нонсенс, таких вообще нет. Ну, вы даже не понимаете, я хотел бы еще раз к вам обратиться, чтобы вы хоть чуть-чуть поняли, что сделал этот человек. Давайте. А? Ради Сергея Петровича. Ради. Ради. Ради, с удовольствием. Статья называется «История десяти миллиардов». Я бы добавил «О народонаселении». Это мое мнение, вот добавить еще надо после точки «О народонаселении». Это последняя статья известного советского и российского ученого-физика, телеведущего, главного редактора журнала «В мире науки», вице-президента Российской академии естественных наук Сергей Петрович Капицы. Года жизни 1928-2012 годы. Эта статья слишком важна во всех отношениях, чтобы ее проигнорировать или просто прочитать и забыть. В ней содержатся исчерпывающие ответы на многие, казалось бы, необъяснимые вопросы современности, касающиеся, как ни странно это звучит, духовной эволюции земного человечества. Объекта нашего с вами пристального внимания. Рассматривая этапы эволюционной трансформации человека, сугубо научных позиций, мы говорим о пробуждении в нашей телесной материальности, глубинной структуры, вибрационной, тонкоматериальной структуры, носителя жизни вечной, той жизни, которой манифестировал в евангельских откровениях Спаситель. Известно, что любой материальный объект на квантовом механическом уровне имеет волновую, то бишь вибрационную природу, так и наше физическое тело на квантовом уровне несёт в себе вибрационный двойник, способный под действием трансформирующей эволюционной энергии проявиться у индивида, следующего по пути сознательной духовной революции. Это означает обретение человеком своей истинной, сущности истинного Я, того, что никогда не исчезнет и будет существовать вечно, переходя после смерти физического тела на тонкий план бытия без потери памяти и индивидуальности. Мы более всего всё-таки боимся потерять что? Чувство индивидуальности. Тело мы теряем во сне. Ложимся спать, теряем тело и не вспоминаем о нём. Оно не болеет, мы его не чувствуем. Где-то в сновидениях живём в совершенно ином мире, интересные события там происходят, тела нет. То есть каждый вечер мы претерпеваем маленькую смерть. Но в сновидениях индивидуальности не теряем. И вроде живём. Вот этот тонкий момент. Мы боимся потерять не физическое тело на самом деле, а индивидуальность, чувство индивидуальности, обособленности, отдельности. Человеческий разум породил линейное время. В многочисленных научных работах по анализу поведения пилотов в экстремальных ситуациях мы показали, что психологическое время может сильно варьировать. Оно способно и ускоряться, и замедляться. Когда сознание индивида функционирует в режиме эмоциональной и психической деятельности, оно ускоряется, а в режиме рассудочной деятельности замедляется. То есть психологическое время нестабильно. Оно может существенно отличаться от астрономического времени, так и от времени той системы, в которой мы живём. То есть от времени исторического. Наше индивидуальное психологическое время, оно сильно варьирует. Оно нестабильно. Мы это показали в своих работах, научных работах. И нестабильность психологического времени порождает выпадение нашего сознания из безвремения, из божественного бытия. То есть мы уходим с божественной волны, где с позиции физики сознания время носит нелинейный вертикальный характер. То есть там нет времени. Но мы, люди, имея рассудок и имея нашу эмоциональную сущность, выпадаем из этой реальности, уходим с божественной волны и существуем в своём обособленном психологическом времени, нестабильном времени. То есть мы никогда не пребываем на божественной волне. Никогда. Вы меня поняли? Это предисловие к главному. А, собственно, духовная эволюция возможна только при условии постоянной настроенности вашего сознания на божественную волну. То есть при условии пребывания в вертикальном времени. Пока вы живёте в линейном времени, ни о какой духовной эволюции речи быть не может. Вы можете ходить в церковь, молиться, принимать егические позы, умолять Бога, просить Бога, но пока вы не настроитесь на божественную волну, пока вы не настроитесь на вертикальное время, ни о какой духовной эволюции речи быть не может. Вы поняли меня? И вот вся наша работа с точки зрения физико-сознания сводится к тому, настроиться на божественную волну и не уходить с неё. Вот только тогда будут результаты духовной реализации. Только тогда. А иначе их не будет. Словом, в символическом выражении горизонтальная перекладина креста, на котором спаситель был распят, она должна исчезнуть. Вот эта горизонтальная перекладина. Всё, вот крест, всё это должно выйти, только вертикальное остаться. Линейное время должно прекратить существование. Тогда это вечность. А земное человечество живёт только в линейном психологическом времени, а посему исторический процесс протекает нестабильно, а с существенными колебаниями, которые периодически, порой очень болезненно, корректируются божественным провидением. Вот сейчас, в данное время, время историческое стремительно ускоряется. Это совершенно очевидно. Ускоряется психологическое время. Автор рассматриваемой научной статьи профессора Сергей Петрович Капеца в течение четверти века вёл на нашем телевидении удивительную, любимую зрителями всех возрастов передачу «Очевидная, невероятная». В ходе неё видны отечественные и зарубежные учёные обсуждали самые разнообразные научные проблемы из разных областей научных в изложении доступным и понятным для всесторонне образованных людей. Таких в Советском Союзе было много. Всесторонне образованных людей. Сейчас таких всесторонне образованных людей нет. То же система образования затачивает с молоду людей на определённый тип занятий. Вот что-то. Всесторонняя образованность не нужна. Нужен механический робот, который будет исполнять в заданном ему направлении определённую работу. Вы понимаете, да? И сейчас подобных передач нет. Увы, нет. Ибо время другое. Всё укладывается сегодня в простой видеоряд для ненасытных обывателей. В одно ухо влетает, в другое вылетает. Тотчас ничего не запоминается. Вот так устроена эта передача. Теперь перейдём непосредственно к последней статье Сергея Петровича Капица о народонаселении. После крушения науки в нашей стране я был вынужден провести год за границей, в Кембридже, где я родился. Отец Сергея Петровича, лауреат Нобелевской премии по физике с 1978 года, академик Академии наук СССР, дважды герой социалистического трудопёта Леонида Капица, скончавшийся в 1984 году, в 1921 году был направлен в советской России в научную командировку в Англию, где работал в Кобендижской лаборатории у самого Резервфода. По возвращении в СССР в 1935 году он стал организатором и первым директором Института физических проблем Академии наук СССР, который и нынче носит его имя. Цитирую Сергея Петровича. «Там я был прикреплён к Дарвиновскому колледжу, членом которого когда-то был мой отец. Колледж занимается преимущественно заморскими учёными. Мне дали небольшую стипендию, которая меня поддерживала. Жили мы в доме, который построил мой отец. Именно там, благодаря совершенно необъяснимому стечению обстоятельств, я наткнулся на проблему роста народонаселения. Я и раньше занимался глобальными проблемами мира и равновесия, тем, что заставило нас изменить точку зрения на войну с проявлением абсолютного оружия, которое может разум уничтожить все проблемы, хотя и не способны их решить. Как гильотина. Если голова болит, разум можно уничтожить всю головную боль. Но это не способно вас изменить. Понятно? Вот он говорит об оружии массового поражения, которое плодится во множестве сегодня на планете. «Именно там, благодаря совершенно необъяснимому стечению обстоятельств, я наткнулся на проблему роста народонаселения. из всех глобальных проблем на самом деле главное – это число людей, которые живут на земле. Сколько их, куда их гонят?» Ну, вы, наверное, помните, что это строки из стихотворения Пушкина «Бесы». «Сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют, домового ли хоронят, ведьмуль замуж выдают?» Помните? В школе я учил это стихотворение. Даже эти строчки запомнил. «Сколько их, куда их гонят?» Так вот, сегодня, да, людей на планете видимо-невидимо наплодилось. Куда их гонят полнейшая бестолковость. Наплодилось, а куда они идут, куда их гонят, никто не понимает. Бестолковость относительно смысла собственного существования. Для чего люди живут? Вы задавались когда-нибудь этим вопросом? Иногда задавались, потом этот вопрос уходил куда-то, бытовуха заедала. Некоторые вообще не задавались и не задаются, и не будут задаваться. Счастливые люди, некоторые им завидуют. смотрю кинохронику начала 20-го столетия. Я люблю смотреть старую хронику. Советую вам, в интернете есть эта хроника. Был такой кинодокументалист Дзига Вертов. Запишите. Дзига Вертов. Найдите в интернете и посмотрите хронику этого кинодокументалиста. Это после революции и до конца 30-х годов. Огромный объём материала. Посмотрите, посмотрите живых людей того времени. Это не постановочная хроника, она живая. Посмотрите. Я вот когда мне делать нечего, не то что делать нечего, я устал делать того, что нужно делать, я включаю веттовый и смотрю. Просто смотрю. Так что смотрю я кинохронику начала 20-го столетия. 1914 год. Двадцовая площадь. Выходит на балкон Зимнего Двадцатьа император Николай II и торжественно объявляет, что Россия вступает в войну с Германией на площади ликования. Толпа огромная, все ликуют, радуются, ликуют, приветствуют грядущую кровавую бойню. И что осталось от тех людей, которые ликовали в 1914 году на площади, где они теперь бегали, суетились, радовались чему-то, горевали, а для чего появились на свет, так и не пони, исчезли без следа и памяти. Хронику смотришь, вроде были, шевелились, и нету. Сейчас не надо хронику смотреть, есть, шевелятся, вроде были, но вроде их и нет, умерли. Вы меня понимаете? Вот сегодня эта хроника, живая хроника, вот снять эту хронику, куда эти люди денутся, без смысла существования, просто для чего появились-то. Так что появились только для того, чтобы без следа и памяти исчезнуть. Вот и всё. Цитирую, Сергей Петрович, это центральная проблема по отношению ко всему остальному. В то время её меньше всего решали. Нельзя сказать, что раньше об этом никто не задумывался. Люди всегда беспокоились о том, сколько их. Платон подсчитывал, сколько семей должно жить в идеальном городе, и у него получалось около пяти тысяч. Таков был видимый мир для Платона. Население полисов Древней Греции исчислялось десятками тысяч человек. Остальной мир был пуст, просто не существовал как реальной арены действий. Но тогда если вы помните, и земля была плоская, она покоилась на трёх китах или на трёх черепах, кому как угодно. В те времена была только Греция, а сейчас в одном высотном доме проживает около тысячи человек. Время другое. Всё изменилось, сильно изменилось. Цитирую. Подобная ограниченность интересов, как ни странно, существовала даже 15 лет назад, когда я начинал заниматься проблемой народонаселения. Обсуждать проблемы демографии всего человечества было не принято, как в приличном обществе не говорят о сексе, так и в хорошем научном обществе не полагалось говорить о демографии. Табу на тему о народонаселении. Никто не запрещал, но не говорили. Вы понимаете, да? Вопрос о том, сколько людей должно быть, сколько их нужно, чтобы всех прокормить и прочее. Вслух эти вопросы не обсуждались. Правда, сильная мира сего всерьёз в кулуарах обсуждают милую им идею о золотом миллиарде, о том, что на земле должна пребывать элита человечества. Это 0,01% элита. 0,01% от всего населения. И те, кто её будут обслуживать, эту 0,01%. Вы поняли, да? Подсчитан 0,01% это элита. Не удивляйтесь, это ухажено совсем недавно вышедшие книги, он там показывает хорошо. подсчитан, учёные люди, они считать умеют. Эта арифметика простая. Вот. В своё время наши либералы ворковали об этом. Не нужно нам много населения. Зачем? Наймём оттуда из Средней Азии, будут работать, всё нормально будет. И нанимаем. Это психология суперобеспеченных людей, живущих на вершине финансовой пирамиды. Властной финансовой пирамиды. Ведь головных более с этим самым простым народом выше крыши. Плати им зарплаты, пенсии, корми, лечи, образовывай, иначе будут бунтовать, разбойничать и так далее. Проблемы одни с вами, с нами. Зачем мы в большом количестве. А ведь люди, сколько им не дать, всегда будут чем-то недовольны. Понятно? Вот чем больше даёшь, тем больше люди недовольны. Ещё, ещё хочется. То есть головная боль с этим народонаселением, с множищимся. А сегодня таких недовольных более 7 миллиардов. Вы представляете? Цифра? По сути, мы мало кому нужны в этом мире, а вот Господу нужны все люди. Причём в большом количестве. так оказывается. У него каждый человек на учёте. По его задумке к моменту страшного суда над земным человечеством все перевоплощающиеся души, как сказано в Евангелии, и живые, и мёртвые, участвующие в эволюционном процессе должны предстать перед ним, перед Господом в физических телах. То есть к моменту квантового скачка эволюции каждая душа должна обрести физическое тело для того, чтобы состоялся этот грандиозный переход. Понимаете? И таковых явно не меньше нынешней численности населения, а больше. Но на сколько? Вопрос. А посему человеческое поголовье простите за этот термин нельзя уменьшить никакими искусственными способами, ни войны, ни болезни, ни что другое не способны существенно сократить народонаселение Земли. Оно будет неуклонно расти до отмеренного свыше предела, пока каждая душа не обретёт физическое тело, участвующих в духовной эволюции. Каждая душа должна предстать перед Господом в физическом теле. Ясно? Мне казалось, цитирую Сергей Петрович, что начинать нужно с человечества в целом, но такой предмет нельзя было даже обсуждать. Демография развивалась от меньшего к большему, от города, страны к миру в целом. Была демография Москвы, демография Англия, демография Китая. Как заниматься миром, когда учёные едва справляются с районами одной страны? И чтобы пробиться к центральной проблеме, пришлось преодолеть очень много того, что англичане называют общепринятыми догмами. Но, конечно, я был в этой области далеко не первым. Великий Леонард Эйлер, работавший в самых разных областях физики и математики, ещё в XVIII веке написал главные уравнения демографии, которыми пользуется до сих пор. А среди широкой публики наиболее известное имя другого основоположника демографии Томаса Мальтуса. И вот автор животной теории выживания человечества, автор так называемого мальтузианства, английский экономист Мальтус, в частности, считал, что люди, как и животные, должны размножаться, болеть, умирать и не надо им помогать, слабых и недужных не надо выхаживать. То есть, естественный отбор, как в животном мире должен происходить. А выживает сильнейший. Слово сегодняшней ситуации в мире с коронавирусом – прямое подтверждение того, что принцип естественного отбора никто не отменял. Многие фашистствующие идеологи охотно брали идеи мальтуса на вооружение. Согласно их преступным замыслам, слабые просто не нужны в этом мире. Их надо уничтожать. Но у Господа другая задумка в этом плане. Физическое тело не главное. Главное – духовная состоятельность. Хотя неплохо, если физическое тело будет здоровым. Неплохо. Но это не главное. Понятно. Потому что с годами генетически накапливаются проблемы, передающиеся из поколения в поколения, никуда не деть. Есть они. С годами. Генетические проблемы. Мальтус был любопытной фигурой. Он окончил богословский факультет, но был очень хорошо математически подготовлен. Он занял девятое место в кембриджском конкурсе по математике. Если бы советские марксисты и современные обществоведы знали математику на уровне девятого ранга университета, я бы успокоился и считал, что они достаточно математически оснащены. Я был в кабинете Мальтуса, кембриджи видел там книги Риллера с его карандашными пометками. Видно, что он полностью владел математическим аппаратом своего времени. Теория Мальтуса достаточно стройна, но построена на неверных предпосылках. Он предполагал, что численность людей растет экспоненциально, то есть скорость роста тем выше, чем больше людей уже живет на земле, рожает и воспитывает детей, но рост ограничен доступностью ресурсов, например, еды. Подобный рост до полного истощения ресурсов – это та динамика, которую мы видим у большинства живых существ. Так растут даже микробы в питательном бульоне. Но дело в том, что мы не микробы, люди не звери. Аристотель сказал, что главное отличие человека от животного в том, что он хочет знать. Но чтобы заметить, как сильно мы отличаемся от животных, нет нужды залезать к нам в голову. Достаточно просто подсчитать, сколько нас. Все твари на земле от мыши до слона подчиняются зависимости. Чем больше масса тела, тем меньше особей. Слонов мало, мышей много. При весе около ста килограммов – это упитанные люди около ста килограммов – нас должно быть порядка сотен тысяч. Сейчас в России сто тысяч волков, сто тысяч кабанов, и людей должно быть сто тысяч. По животным меркам. Такие виды существуют в рановещи из природы, а в человек в сто тысяч раз более многочисленен. При том, что биологически мы очень похожи на крупных обезьян, волков или медведей. Так вот, следует уточнить, что биохимические константы человеческого организма идентичны, увы, поросячьим, свинским. Свинья животное наиболее родственное человеку по биохимическому составу внутренних средств и всего остального. Любители свиного мяса не подозревают, что фактически занимаются каннибализмом. И это наряду с психологическим каннибализмом, ведь современные люди в психологической сфере буквально пожирают друг друга, и чем дальше, тем больше. Едят. Психологически едят. Цитирую. В общественных науках мало точных цифр. Пожалуй, население страны единственное, что безоговорочно известно. Когда я был мальчишкой, меня учили в школе, что на земле живет 2 миллиарда человек. Сейчас 7 миллиардов. Такой рост мы пережили на протяжении жизни одного поколения. Всего одного поколения. На 5 миллиардов увеличилось население земли. Это 20 век. Мы можем примерно сказать, сколько народу жило во времена рождения Христа. Порядка 100 миллионов. Палеоантропологи оценивают популяцию людей палеолита примерно в 100 тысяч. Ровно столько, сколько нам и полагается в соответствии с массой тела. Но с тех пор начался рост. Сначала едва заметный, потом все быстрее, в наши дни взрывной. Никогда прежде человечество не росло так стремительно. Это тоже знак нового времени. Что скрывается за стремительным ростом численности народа населения? О глубинной причине мы уже с вами упоминали. Каждая душа ко времени апокалипсиса должна обрести физическое тело ближе к концу времен население земли начинает стремительно расти. времена последние при дверях близко стремительный рост народа населения. Так Господь собирает на земле всех живых и метлых, чтобы совершить над ними страшный суд и отделить зерна от плевелов. Цитирую «Еще до войны шотландский демограф Пол Маккендрик предложил формулу роста человечества и рост этот оказался гиперболическим, очень медленным в начале и быстро ускоряющимся в конце. Согласно его формуле в 2030 году численность человечества должна стремиться к бесконечности, но это явная нелепость. Люди биологически не способны нарожать за конечное время бесконечное число детей. Гораздо важнее, что такая формула отлично описывает рост человечества в прошлом, а это значит, что скорость роста всегда была пропорциональна не числу живущих на земле людей, а квадрату этого числа. Физики и химики знают, что означает такая зависимость. Это реакция второго порядка, где скорость процесса зависит не от числа участников, а от числа взаимодействий между ними, когда что-то пропорционально н-квадрат, это коллективное явление. Так, например, цепная ядерная реакция в атомной бомбе. Если каждый член сообщества напишет комментарий всем остальным, то общее число комментариев как раз будет пропорционально квадрату числа участников. Квадрат числа людей, число связи между ними, мера сложности системы человечества. Чем больше сложностей, тем быстрее рост. Мы живым и умираем не в одиночку. Мы размножаемся, питаемся, мало отличаясь в этом от животных, но качественное отличие в том, что мы обмениваемся знаниями. Мы передаем их по наследству, мы передаем их горизонтально, в университетах, в школах. Поэтому динамика развития у нас другая. Мы не просто плодимся, размножаемся, у нас происходит прогресс. Главная особенность человека состоит в том, что мы не только можем обмениваться знанием, как говорит Сергей Петрович, но, имея интеллект как высшую форму рассудка, мы способны задать себе главный вопрос, в чем смысл нашего появления на земле. Животные такого вопроса не зададут. Понятно? Значит, мы нечто особенное в земной фауне и флоре. Наша земля – это некое селекционное поле, призванное приносить духовные плоды на тонкий план бытия. Неважно, в каком количестве. Духовные плоды. Эти духовные плоды будут использованы Господом по назначению в других мирах, для других неведомых нам цели и задачи. прекрасно. Земля – как некий инкубатор по вынашиванию духовных плодов. Так что мы не просто так плодимся, живем и умираем, а наша жизнь и смерть исполнена глубокого смысла. По задумке творца не просто живем, плодимся и умираем. и как только мы получив правильное духовное просвещение начинаем заниматься главным делом жизни, следованием по пути сознательной духовной революции, наше земное существование обретает истинный смысл. Безусловно, сегодня налицо стремительный научно-технический прогресс. Это очевидно, спорить в этом никто не будет, но в психике человечества наблюдается стремительный духовный регресс, деградация. Стремительная духовная деградация проявляется во всех сферах человеческой деятельности. В общечеловеческом сумасшедшем доме, где врачей и пациентов уже нельзя отличить друг от друга, а новостное телевидение нам это прекрасно иллюстрирует, преобладает очевидная демонизация сознаний. В этом я прогресса не вижу. Напротив, регресс стремительный. Цитирую. Этот прогресс довольно трудно измерить численно, но вот, например, производство и потребление энергии может быть неплохим критерием. И данные показывают, что потребление энергии тоже пропорционально квадрату числа людей. То есть потребление энергии каждым человеком тем выше, чем больше населения Земли. Будто каждый современник от Папуаса до Алиута делится с вами энергией. Наше развитие заключается в знании, и это и есть главный ресурс человечества. Поэтому говорить о том, что наш рост ограничен истощением ресурсов, это очень грубая постановка вопроса. В отсутствии дисциплинированного мышления появляется очень много всевозможных страшилок. пару десятилетий назад всерьез говорили об истощении запасов серебра, который используется для изготовления киноплёнки. Якобы в Индии и в Голливуде снимается столько фильмов, что скоро всё серебро на Земле уйдёт в эмульсе этих кинолент. Так бы возможно и было, но тут изобрели магнитную запись, которая вообще не требует серебра. такие оценки плод спекуляции и звонких фраз, которые призваны поразить воображение, несут лишь пропагандистскую функцию, не более того. Ну, вам совет не лезьте в интернет, чтобы удовлетворить своё любопытство, не глотайте там всякую чушь и не засоряйте без того замусорную голову, безумно потребляя всё, что вам подсовывают. Там вам столько страшилок понакидают, что никогда не отмоетесь и не очиститесь от них. Это даже не осетрина второй свежести, это гораздо хуже. В мозгах непременно заводятся бациллы демонизма, от которых избавиться очень непросто. В этом самом интернете вы их подхватите. Это страшнее ковида-19, гораздо страшнее. Хотел, чтобы вы это осознали. от ковида-19, в худшем случае, помрёте, опять вернётесь сюда, а от того, чтобы там подхватить, сознание демонизировать, что помрёте и душой, и телом. Ясно или нет? Всё. Пища в мире хватит всем. Мы детально обсуждали этот вопрос в римском клубе, сравнивая пищевые ресурсы Индии и Аргентины. Аргентина по площади на треть меньше Индии, но в Индии в 40 раз больше населения. С другой стороны, Аргентина производит столько продуктов питания, что может прокормить весь мир, а не только Индию, если напряжётся как следует. Дело не в надостатке ресурсов, а в их распределении. Кто-то, кажется, шучил, что при социализме в Сахаре будет дефицит песка. Это вопрос не количества песка, а его распределения. Неравенство отдельных людей и народов существовало всегда, но по мере ускорения процессов роста неравенство возрастает, уравновешивающие процессы просто не успевают срабатывать. Вот идёт стремительное разделение людей по социальному статусу ещё. Понятно? Стремительно. Нет балансировки времени, чтобы это сбалансировать. Ну, сейчас в мире начинают разводить в качестве пищевого продукта больших чёрных тараканов. Тоннами разводить, это было показано в одной из телевизионных передач. Их жарят там на масле очень хорошо. Ну, в принципе, с кетчупом можно съесть и опилки. Не только тараканов можно, да? С хорошим кетчупом. Научились выращивать искусственное мясо. Просто из клетки тела. Не надо никого убивать. Оно растёт, растёт это мясо. Растёт так аморфно, хаотично. Но говорят антрикотта, дегустаторы пробовали. Бифштерс ничем не отличается от убойной. По вкусу такие же. Тоже показывали нам, демонстрировали по телевидению. И тараканов, и искусственно выращенное мясо. Так что с голоду не умрём, не беспокойтесь. Хотел, чтобы успокоились на эту тему раз и навсегда. Цитирую. Это серьёзная проблема для современной экономики, но история учит, что в прошлом человечество решало подобные проблемы, неравномерности выравнивались таким образом, чтобы в масштабах человечества общий закон в развитии оставался неизменным. Но неизменным, потому что божественное проведение перенастраивало всю систему в угодном ему направлении. Людей, в отличие от животных, невозможно истребить полностью. Невозможно. Если вы все сильные мира сего это захотели сделать, это невозможно сделать. Так что не беспокойтесь, будете в числе оставшихся в живых, если вдруг решат истребить все земное человечество. наверное, не будет такого, да? То есть вы успокоились на этот тем? Ну, успокойтесь, конечно. То не уснетесь сегодня. Чего вы смеетесь? Какие-то вывод серьезные какие-то. Ну, ладно. Это я несерьезные. Цитирую. Гиперболический закон роста человечества на протяжении истории демонстрировала удивительную стабильность. В средневековой Европе эпидемии чумы уносили в некоторых странах до трех четвертей населения. На кривой роста в этих местах действительно наблюдаются провалы, но уже через столетие численность выходит на прежнюю динамику, как будто ничего и не произошло. Самое большое потрясение, испытанное человечеством, первое и второе мировые войны. Если сравнить реальная данная демография с тем, что предсказывает модель, окажется, что общие потери человечества от двух войн составляют порядка 250 миллионов, втрое больше любых оценок историков. Здесь имеется в виду несостоявшееся рождение, не появившись на свет дети, понятно, наверное, то есть втрое больше, чем официальные потери, объявляются убитыми. население Земли отклонилось от равновесного значения на 8%, но потом кривая за несколько десятков лет устойчиво выходит на прежнюю траекторию. Глобальный родитель, так называет Господа Бога, видимо, Сергей Петрович оказался устойчивым, несмотря на страшную катастрофу, затронувшую большинство стран мира. Господь Бог, глобальный родитель, никакими противоестественными методами людей истребить невозможно. Да и увеличить рождаемость тоже материнским капиталом и прочими, так сказать, вниманиями, финансами тоже невозможно. Понятно, наверное, да? Это противоестественные средства. Чем меньше платили и беднее жило население, тем больше плодилось детей. А теперь не хотят родители иметь детей. Это одна обожа. Удовольствие некогда будет получать. Понятно, наверное? Зачем они дети? Лишаешься удовольствия. А с детьми возня всякая. Так или не так? Ну, психология меняется, рынок удовольствия расширяется. А когда нечего делать, по вечерам света не было, детей плодили, нормально их было в количестве хорошем, они плодились. Да? Я думаю, что мы сейчас сделаем вас богатым, и детей будет много. Не будет. Это противоестественный способ повышения рождаемости. Какой-то нехороший. Как-то он вот нехорошо звучит. Глобально эта проблема не решит. Кто-то в отдельности может и что-то сделает, ещё одного добавит на всякий случай. Но это не решение проблем. Здесь другие факторы вступают как основные. Цитирую. Распалась связь времён. На уроках истории многие школьники недоумевают, почему исторические периоды становятся со временем короче и короче. Верхний палеолит продолжался около миллиона лет. А на всю остальную человеческую историю осталось всего полмиллиона. Средние века тысячи лет. Остаётся всего пятьсот. От верхнего палеолита до средневековья история, похоже, ускорилась в тысячу раз. Это явление хорошо известно историкам и философам. историческая периодизация следует не астрономическому времени, текущему равномерно и независимо от человеческой истории, а собственному времени системы. То есть каждое поколение людей, каждое поколение людей живёт в собственном времени системы. И оно существенно отличается от того времени, что было сто, пятьсот, а тем более тысячу лет тому назад. Собственно, психологическое время и то время системы, в котором мы сегодня живём, невероятно ускорилось даже по сравнению с тем, что было в начале двадцатого столетия. Невероятно ускорилось в собственное время системы и психологическое время. Временные процессы со всей очевидностью ускоряются, мы быстрее рождаемся, то есть реинкарнируем, быстрее старимся, быстрее умираем. Но нам самим, находящимся внутри системы, с её собственным временем, эти изменения не с чем сравнить, хотя для стороннего наблюдателя, находящегося вне нашей системы, в частности, для наблюдателя с новым супраментальным сознанием наша жизнь кажется мотыльковой. Если сделать, цитирую, математические оценки, то получится, что в текущем историческом периоде собственное время системы человечества сжалось по сравнению с полиолетом в 100 тысяч раз, а по сравнению со средними веками в 100 раз и дальше линейное время продолжает сокращаться, о чём мы говорим постоянно, сокращение линейного времени. Для образности можно привести такое сравнение. Средняя продолжительность жизни современного человека примерно 80 лет или около 700 тысяч часов. Для пещерного человека восприятие нашей жизни будет как один световой день около 7 часов. Поистине жизнь человека внутри времени современного человечества стала меньше жизни мотылька. Собственное же время следует той же зависимости что и потребление энергии или прирост населения оно течёт тем быстрее чем выше сложность нашей системы. То есть чем больше людей живёт на земле тем больше ускоряется время. Вы даже по детству можете вспомнить как долго в детстве тянулось время. В детстве долго тянулось время. То есть ваше индивидуальное время психологическое в детстве оно тянулось долго. Потом вы повзрослели и всё очень быстро стало ускоряться. Всё. Вот когда я спросил своего деда, который умер в возрасте 96 лет, я говорю, дедушка, ты вот жил при разных властях, долго жил. Как жизнь твоя прошла? Он говорит, как один день. он в здравом он не был нормальный человек. Как один день говорит? вы надеюсь чувствуете, что темп времени ускоряется? Сегодня его в большей степени определяет эмоциональный режим функционирования человеческой психики. люди живут в эмоциях, запредельных эмоциях. Заметили? Поэтому сохраняйте эмоциональную ровность. Молчите умом. Это залог продуктивной, нормальной духовной работы. Понятно? Не ввязывайтесь в этот поток, не встраивайтесь в него, тормозитесь. По сути, сегодняшняя жизнь подавляющего большинства людей напоминает безоглядную гонку к могиле, к печальному концу, бегом. Стремительность ускорения времени косвенно ощущается нами через ускорение так называемого научно-технического прогресса, через количество потребляемой энергии на душу населения. Однако, находясь внутри системы, мы не можем численно измерить это ускорение, потому что внутренний эталон времени тоже меняется. Может, по часам время смотрим, да? А внутренний эталон в этой системе тоже меняется. Только со стороны можно сказать, что наша жизнь действительно становится мотыльковой, когда выйдешь из этой системы, то есть без времени, когда попадешь с новым сознанием, это понятно. Замечательно? Принцип относительности Эйнштейна в данном случае работает безукоризненно. В данном случае. Замкнутая система живет в своем собственном времени. Мы-то думаем, что живем как раньше, но по сравнению с людьми, жившими во времена Палеолита, когда время тянулось долго, хотя и жили люди в то время лет 30-40 всего. Наша жизнь стала действительно мотыльковой. Живем по сравнению с ними сутки, сгораем очень быстро, несмотря на все достижения научно-технического прогресса. Думаю, что это очевидно для тех, кто имеет глаза и уши. Цитирую. Когда я начинал эту работу, то и не предполагал что из моей модели логически следует периодизация истории от Палеолита до наших дней. Если считать, что история измеряется не оборотами Земли вокруг Солнца, прожитыми человеческими жизнями, укорачивающиеся исторические периоды мгновенно получают объяснение. Палеолет длился миллион лет, но численность наших предков составляла тогда всего около ста тысяч. Получается, что общее число живших в Палеолите людей составляет около десяти миллиардов. Ровно такое же число людей прошло по Земле и за тысячу лет в Средневековье. Числость человечества несколько сотен миллионов. И за 125 лет новейшей истории тоже десять миллиардов в обороте было. Вот такие нареженные пласты исторические. По десять миллиардов проживали влажные исторические периоды. То есть все реинкарнирующие души воплощались, получали опыт воплощения. так вот десять миллиардов человек это наверное близко к общему числу душ вовлеченных в эволюционный процесс и проходящих реинкарнации или перевоплощения. Человек оборот жизней ускоряется. Когда-то он был медленным, но сейчас реинкарнация душ проходит за более короткий период времени. Теперь нет очередей на воплощение. Нету. Только помер старичок желчный такой весь злой. Через месяц, через неднек, минимум девять месяцев родится уже желчный маленький человечек. Он пока ангелочек где-то полгода, потом уже чудовищем становится по словам Паисия Святогорца и чудовищами детей делает телевизор. Он же сказал Святогорец. Чудовищами делают. Помните его выражение? Так что видите, сейчас очередей воплощения нет. Вас кто не спрашивал, хотели вы рождаться или воплощаться? То есть вы не помните, никто не жал, просто пинком выкинули, как это парашютиста, десантник, который боится прыгать, пинка и туда. Вот всех пинками. Ну вот вы попали сюда. Что дальше делать? Опять в бездну, потом опять сюда, опять пинками. Так или не так? Или все-таки хватит дурью-то заниматься? Пора больше делом заняться? Ну пора, наверное, помудрели. Смотрите, как быстро инкарнации происходят. Пора бы научиться уму-разуму. Понимаете? Ускоренный процесс идет кристаллизация душ. Никуда они идут, вот куда направился, куда, так сказать, вектор направился, либо в сторону демонизации, либо в сторону духовной реализации, духовного прогресса. Сейчас все определяется очень четко. В чем с рождения практически. понимаете? Так что теперь практически нет очередей на перевоплощение. Это означает, что процесс духовной эволюции вступает в завершающую стадию. Цитирую. «Таким образом наша демографическая модель нарезает всю историю человечества на одинаковые не по длительности, а по содержательности куски, на протяжении каждого из которых жил около 10 миллиардов человек. Самое удивительное, что именно такая периодизация существовала в истории палеонтологии задолго до появления глобальных демографических моделей. Всё же гуманитариям при всех их проблемах с математикой нельзя отказать в интуиции. Сейчас 10 миллиардов людей проходят по Земле всего за полстолетия. Это значит, что историческая эпоха сжалась до одного поколения». Следовательно, огранка всех душ вовлечённых в эволюционный процесс за счёт учащения и перевоплощения происходит каждые 50 лет. По сути, квант-время не сжимается, линейное время сокращается и стремится к вертикальному. Потому жить надо здесь и сейчас, пребывая активным сознанием в текущем моменте времени. То есть психика должна функционировать в режиме сверхсознательно-психической деятельности. А это возможно только в результате вашей работы на пути сознательной духовной революции. Иных вариантов нет. Выбор без выбора. Если следовать новой логике перевоплощения, то сегодня в России воплощаются души тех, кто в советский период искренне строил социалистическое общество и выиграл тяжелейшую войну против фашизма. Это так, к слову. Если следовать логике перевоплощений. 50 лет. Понятно? Это вжиляет надежду на пробуждение этих людей в духовной эволюции. То, что был последний всплеск в войну, в отечественную, духовного роста людей. Последний всплеск кармический. Понимаете? Нового не предвидится. И стремительное ускорение времени приближает нас к квантовому скачку эволюции, то есть к концу линейного времени. Сегодня духовное просвещение должно строиться на прочной научной основе, ибо мы уже далеко не средневековые люди и красивыми или ужасными сказками, придуманными церковниками, нас не напугать и не убаюкать. Путь сознательной духовной революции является собой чудесный синтез подлинной науки истинной религии, а исторический эпох сегодня действительно сжалость, сжалость до одного поколения. Цитирую. И не заметить этого уже невозможно. Сегодняшние подростки не понимают, о чем это пела 30 лет назад Алла Пугачева. Помните ее знаменитую песню, что переждать не сможешь ты, трех человеку автомата, про любовь, про всякую. Какого такого автомата? Сейчас у детей автомат это ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А то были телефоны-автоматы. Помните, будки были? Да? Они были еще бесплатными общественными туалетами для мужчин. Ну, особенно в мороз. Вот. Ну, вот по этому телефону-автомату я в любви молча объяснялся. Вот позвонил любимой девушке лет 15, мне было 16, мы молчали. Вот это было объяснение в любви. А сейчас в школе, в туалете уже объясняется в любви. Практически объясняется. Вот. Так что у какого такого телефона-автомата, когда у всех детей чуть ли не с пеленок мобильники. И в былые времена новая игрушка, коих у большинства детей был не так уж много, приносила ребенку радость. А сегодня при обилии средств получения игровых удовольствий, ценностей девальвируется. Исчезает сама романтика детской игры, живой игры, не виртуальной в этих вот средствах электронных, а живой игры. Нету ее. Это беда. Я сам до 15 лет играл в солдатике, объяснялся в любви, а днем играл в солдатике. Мне было интересно. И книжка серьезная читал. 15 лет. Вот все было в 15 лет. Представляете? Вот. Зачем ждать? Для них, для этой молодежи современной, то, что в грамматике называется плюс к вам перфект. Давно прошедшее время. Сейчас модно сетовать на разрыв связи поколений, на умирание традиции, но возможно есть естественность, но и возможно это естественное следствие ускорения истории. Если каждое поколение живет в собственной эпохе, в собственном времени, наследие предыдущих эпох ему может просто не пригодиться. И не случайно Кришнаморти на эту тему замечательно высказался. Не традиция, а революция, духовная революция, обычно по традиции, куда-то в средневековье, в древность. Какая традиция? Сегодня время стремительно бежит, а ты в традицию, куда-то. А? Вы поняли актуальность сегодняшнего? Что надо делать? С какой традиции? Замотдавали этой традиции, традиция она уже превратилась, я не знаю во что, нет уже никакой традиции, есть пустые слова, традиционные слова. Традиция была хороша, когда время медленно текло, тогда можно и лениво в традицию куда-то отправиться, там вот тоже лениво тебе, чтобы пятки чесали в конце или в середине 19 века крепостные. Сейчас всё, ребята, прошло то время, когда можно было пожинать вот такие плоды удовольствия всяких разных, медленно и обстоятельно. всё бегом, любят бегом, всё бегом и любят бегом, представляете, бегом, как куры и голуби, петухи и... вы поняли? Всё бегом сейчас, ничего обстоятельного нету, сегодня нету, время такое, не успеешь, а что успеешь, что ты хочешь успеть-то? всё сразу, всё вместе? Ну, попробуй. А? Или вы, находясь в системе, не видите этого обсуда? Ну, вы чуть-чуть из системы-то приоткновите ум-то, поглядите, что происходит вокруг и с вами, с вашими детьми, я не знаю, с родственниками. И как бы мы ни силились реанимировать традиции, они, большей частью, митвы. И не случайно, ещё раз хочу подчеркнуть, Кришномортия в своей работе «Традиции революции» писал, что если вы будете жить слепо следуя исключительно традиции национальной, государственной, церковной, вы никогда не станете революционером духа. Никогда! Сегодня каждый, имеющий духовный талант, должен непременно как можно скорее начать его реализовывать, то есть стать революционером духа. Вот как-то в начале 80-х годов 20-го столетия Юрий Владимирович Андропов, пришедший к власти в Советском Союзе, уже практически покойником. Полтора года ему жить оставалось на искусственной почке он сидел. Вот. «Попытался было навести порядок в стране с утраченной идеологией, повсеместным введением строжайшей дисциплины раннего советского времени». Попытался. У него ничего не получилось. Все с этим он как-то в сердцах сказал своему помощнику, я читал воспоминания его помощника. Толстая и любопытная книга, очень интересная книга. Вот. Он сказал как-то своему помощнику, коммунистов много, большевиков нет. было 15 миллионов коммунистов, а навести порядок сумели в стране совсем немного в 17-20-е годы совсем немного большевиков. очень быстро навели порядок. Понятно? Нету большевиков. Так вот, духовной работе должны остаться одни большевики. Меньшевики, эсэр, соглашатели, правые, левые, крайние, они должны перестать существовать. Духовный фитнес – всё, он должен закончиться для тех, кто всерьёз озабочен собственной судьбой. Собственной судьбой. Ясно? Хватит уже. Ещё Андропов при случае любил Сталина цитировать. Была любимая цитата у Андропова. Сталин как-то сказал «Не можешь свалить, не царапайся». Вот Андропов и не царапался, и не царапался, а когда, так сказать, всё само свалилось, он уже и не царапаться не мог, и не свалить не мог, он просто был, ну, полутруп. А если бы раньше, может быть, свалил бы, да, ну, где-то, как следует, лет 15-20 назад, пока ещё был живой. Ясно? Ну, вот они все вот такие, вот смотришь на них и глядишь, вот они, окаменелости политические. Всё закономерно. С 49-го года Советский Союз был обречён. С 49-го года. Вы-то всё глядите на последние времена, что вот, а если бы это, а если бы в 49-м году. Это был пик подъёма. 90-е, 70-летие Сталина, он одрехлел окончательно, уже было два инсульта. Атомная бомба, вторая держава в мире, всё. Вот поменять идеологию правильно и круто, чтобы был свет в конце тоннеля. Не нашлось никого, кто смог бы это сделать. Всё. Значит, с 49-го года Советский Союз был обречён. Это моё мнение. Цитирую. Начало нового. Сжатие исторического времени сейчас дошло до своего предела. Оно ограничено эффективной продолжительностью поколения около 45 лет. Это значит, что не может продолжаться гиперболический рост численности людей. Основной закон роста просто обязан измениться. И он уже меняется. Согласно формуле, сегодня у нас должно быть около 10 миллиардов. Линейное время, в котором живёт земное человечество, стремится к вертикальному, настраиваясь в процессе работы на пути сознательной духовной революции на божественную волну, мы становимся проводниками вибраций новой жизни, одновременно катализаторами духовной эволюции. Катализаторами. Прибывая в вертикальном времени, мы выходим из времени системы, перестаём от него зависеть. А посему нам не страшны все текущие и грядущие изменения, все болезненные эволюционные перипетии и сам фазовый переход, при котором время системы должно схлопнуться. напомню, что 10 миллиардов – это число душ, участвующих в духовной эволюции, которые неоднократно меняли тела, накапливая совокупный духовный опыт. Все участники этого грандиозного процесса. Цитирую. У нас всего 7. 3 миллиарда – это немалая разница, которую можно измерить и истолковать. Ну, сейчас больше, наверное. На наших глазах происходит демографический переход, перелом от безудержного роста населения к какому-то другому способу прогресса. Многим почему-то нравится видеть в этом признаки надвигающейся катастрофы. Но катастрофа тут скорее в умах людей, чем в действительности. Да, не только психическая сфера человека, но и физический мир тоже обязан измениться. И катастрофа эта станет только для тех, кто отказывается выполнять свое истинное предназначение здесь, на Земле, стремясь сохранить свою эгоистическую малость. Очистительный катаклизм должен когда-нибудь произойти, просто обязан произойти, и все острие чувствуется, что он уже при дверях. Помните, как сказано в Откровении? Цитирую. «Физик назвал бы происходящее фазовым переходом. Вы ставите кастрюлю с водой на огонь, и долгое время ничего не происходит, лишь поднимаются одинокие пузыри, а потом вдруг все вскипает. Вот так и человечество. Медленно идет накопление внутренней энергии, а потом все приобретает совершенно новый вид. Медленно накапливается, а потом все приобретает совершенно новый вид. И действительно, во всех планетарных структурах идет накопление, трансформирующей эволюционной энергии, проникающей во все царства природы. и когда сегодня с высоких трибун говорят о глобальном потеплении на планете, то связывают это с выбросами газа в атмосферу, пугая парниковым эффектом. То позвольте возразить, эта теория глубоко ошибочна. Доля влияния выбросов газа в атмосферу на процесс потепления ничтожно мала, и все добросовестные ученые это признают. На самом деле, в каждой точке пространства усиливается напряженность трансформирующей энергии, которая давит на все царства природы, где и происходит ее накопление. В результате наблюдается разогрев всей земной материи, приводящий к повышению окружающей температуры, проявляющейся в частности втайне ледников. Этот процесс необратимый, он никак не связан с экологией. Никак. А с приближением последних времен. А то, что сейчас мировое правительство пытается накладывать огромные штрафы на Китай, на Россию, в части их вины якобы за то, что потепление глобальное грядет, это опять следующий виток, так сказать, распиливание денег, которые будут на эту экологию отпущены. Вот и всё. Ничего сделать нельзя будет, но деньги будут отпущены, их будут осваивать. Понятно. А процесс глобальный. И всё это приближает нас к фазному переходу, характерное предвестника, которого ясно указаны в евангельских откровениях спасителя. Неусвоенная пространственная энергия, накапливаясь в плотноматериальных структурах, вызывает повышение температуры, избыточный внутренний жар, он разряжается в стихийных бествиях, в извержениях вулканах, в земледесениях, в ураганах, в цунами и тому подобное. У людей в результате внутренних энергетических процессов, вызванных давлением всё той же энергии, может беспричинно повышаться температура, с образованием большого количества эндогенной жидкости, вызывающей отёки и обильное мочевыделение. Напрашивается аналогия с работой атомного реактора, для охлаждения которого требуется очень много воды. Кроме того, пространственной энергией инициируются процессы принудительной трансформации человеческого организма, впоследствии которых расценивались людьми как заболевания, хотя таковыми не являются. Словом, человечество стремительно приближается к квантуму скачку эволюции, к моменту перехода в качественное иное состояние. И всем, кто выбрал для себя путь сознательной духовной революции, не надо уповать, не на может пронесёт, не на науку, а заниматься главным делом жизни, быть готовым в любой момент встретить во всеоружии грядущий очистительный катаклизм. Цитирую. Хороший образ плав леса погодным рекам. Многие реки у нас мелководные, поэтому поступают так, строят небольшую плотину, накапливают определённое количество брёвен, а потом внезапно открывают шлюзы, и по реке бежит волна, которая несёт на себе стволы. Она бежит быстрее, чем течение самой реки. И самое страшное место здесь это сам переход, где дым коромыслом, где плавное течение вверху и внизу, разделено участком хаотического движения. Это есть то, что происходит сейчас. Действительно, эволюционная волна со всей очевидностью пошла и гонит человечество к этому фазовому переходу, к обрыву, где наступит конец линейному времени. Примерно в 1995 году человечество прошло через максимум скорости роста, когда она рождалась 80 миллионов человек в год. С тех пор рост успел заметно уменьшиться. Демографический переход – это переход от режима роста к стабилизации населения на уровне не более 10 миллиардов. Прогресс, естественно, будет продолжаться, но пойдёт в другом темпе на другом уровне. Я думаю, что многие беды, которые мы переживаем, и финансовый кризис, слушайте внимательно, и моральный кризис, и неустроенность жизни – это стрессовое неравновесное состояние, связанное с внезапностью наступления этого переходного периода. Мы называем это духовным кризисом, когда всё сыпется, экономика, культура, ну всё словом. Понятно? Это духовный кризис. Истинный смысл существования земного человечества, следовательно, исторического процесса – это взращивание, огранка и принесение духовных плодов на тонкий план бытия. Иного смысла Господом относить нас с вами не предусмотрено. И во времена, когда процесс духовного становления тормозится, возникает духовный кризис со всеми вытекающими последствиями. Это хорошо просматривается на примере отечественной истории. Когда в так называемые смутные времена в одночасье рушатся всё базовая идеология, экономика, обороноспособность, государственное устройство, система управления и так далее и тому подобное. В одночасье. Сегодня всё земное человечество пребывает в состоянии глобального духовного кризиса, последствия которого катастрофически сказываются во всех сферах человеческой деятельности. Всё цепляться, вообще всё. Мы с вами должны благодарить Господа за то, что живём в такое время, когда можно беспрепятственно решать свою главную задачу, ради которой мы на эту землю пришли. Став на путь сознательной духовной революции, принести достойные духовные плоды на тонкий план бытия. Правильное с научных позиций духовное просвещение, обеспечивающее истинное понимание всего происходящего, помогает нам во всеоружие подойти к этому фазовому переходу. Нам повезло, что мы попали в самое пекло. Тем интереснее жизнь. Она воистину обретает смысл, глубокий делом надо заниматься, чтобы смотреть на все глазами Господа, а не всего боящегося грешника. Так что глядите глазами Господа на происходящее. А вы, как грешник, грядите, трясетесь, всего боитесь. Ну и по делам вам, если делом не занимаетесь. сроки 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 перехода известны только Богу сроки. Цитирую. в каком-то смысле мы попали в самое пекло. Мы привыкли, что неудержимый рост это наш закон жизни. Наша мораль, общественное установление ценностей были приспособлены к тому режиму развития, который был неизменен на протяжении истории. А сейчас стремительно меняется, причем меняется очень-очень быстро. И статистические данные, и математические модели указывают, что ширина перехода составляет меньше ста лет. Ну, что переходный процесс будет менее ста лет, это совершенно очевидно. Смотрите, как стремительно в 20-м веке все менялось. Смотрите, а сейчас начинается 21-е ускорение еще больше. Проживая жизнь в таком бешеном темпе, человечество ста лет не выдержит. Цитирую. Это при том, что он происходит не одновременно в разных странах. Когда Освальд Шпенгард писал о закате Европы, он, возможно, имел в виду первые признаки процесса. Само понятие демографического перехода было впервые сформулировано демографом в Ландере на примере Франции. Но сейчас процесс затрагивает уже менее развитые страны. Практически остановился прирост населения России, стабилизируется население Китая. Возможно, прообразы будущего мира следует искать в регионах, которые первыми вошли в область перехода, например, Скандинавии. Любопытно, что в ходе демографического перехода отстающие страны быстро догоняют тех, кто стал на этот путь раньше. У пионеров Франции и Швеции процесс стабилизации населения занял полтора столетия, а пик пришелся на рубеж 19-20 веков. А, например, в Коста-Риге или Шри-Ланке прошедших пик скорости роста в 80-х, весь переход занимает несколько десятилетий. Чем позднее страна вступает в фазу стабилизации, тем острее она проходит. Россия в этом смысле тяготеет скорее странам Европы. Пик скорости прироста у нас остался позади еще в 30-х, то есть советское время в предвоенное время. А потому может рассчитывать на более мягкий сценарий перехода. Так вот, что касается неравномерности процесса стабилизации населения в разных странах, то это прежде всего обусловлено исчерпаемостью или ограниченностью психогенетического материала, то есть количество реинкарменную ищет душ в отдельных нациях и народах. Исчерпывается количество душ и население не может расти. То есть каждая душа определенного народа получает физический тел. Больше их нет душ. Все. Тормозится население. Вы поняли? Роста не будет. Это моя теория скромная. Не будет роста, потому что не нужно, нету. Душа не может оба что или оба в кого вселяться. Понимаете? Она по назначению вселяется психогенетически близкой. Это ограничено. То есть количество ограничено. Все уже. Максимум выбирается. Поэтому население не растет. И будет расти только за счет гастарбайтеров. Вот оттуда ты извне. Но это уже не то. Это другое кино. Понятное, цитирую. Разумеется, есть основания опасаться этой неравномерности процесса в разных странах, который может приводить к резкому перераспределению богатства и влияния. Но, вероятно, так оно и будет со всеми вытекающими последствиями. Одна из популярных страшилок исламизации. Но исламизация приходит и уходит, как не раз уже в истории приходили и уходили религиозные системы. Закон роста народного населения не изменили ни крестовые походы, ни завоевания Александра Македонского. Также непреложно законы будут действовать и в период демографического перехода. Я не могу гарантировать, что всё произойдёт мирно, но я и не думаю, что процесс будет уж очень драматичным. Возможно, это просто мой оптимизм против пессимизма других. Пессимизм всегда был гораздо более модным течением, но я скорее оптимист. Мой друг Жарес Алферов, луряд, ныне покойный луряд Нобелевской премии, отечественной физик, что тут в России остались одни оптимисты, потому что пессимисты уехали на Запад. Замечательно сказано. В России остались одни оптимисты. Мы знаем, что Господь нас не оставит, а пессимистов, тех, кто пренебрёг духовной работой ради личной выгоды, от квантового катаклизма, не спасут ни деньги, ни подземный бункер, ни первоклассные западные клиники, не спасут. Бесполезно. Цитирую. Меня нередко спрашивают о рецептах, они привыкли спрашивать, но я не готов отвечать, я не могу предложить готовые ответы, чтобы изобразить из себя пророка. История, как погода. У природы нет плохой погоды, мы живём при таких-то обстоятельствах, и надо принимать понимать эти обстоятельства. Мне кажется, что шаг к пониманию достигнут. Не знаю, как будут развиваться эти представления у следующих поколений, это их проблема. Я сделал то, что сделал, показал, как мы подошли к точке перехода и указал его траекторию. Не могу пообещать вам, что самое страшное уже позади, но страшно это понятие субъективное. Огромная благодарность Сергею Петровичу замечательная, своевременная и очень поучительная статья для всех живых и мёртвых. Для всех. Которые в полном составе всё-таки в скорость соберётся на земле, где во время второго пришествия спасителей или страшного суда, как вам больше нравится. Это на ваш вкус. Произойдёт отделение зёрен от плевелов и родится новый мир. Новый человек на новой земле под новыми небесами.